Нету в республике и во всем мире людей, которые равнодушны к такому процессу, как международное зло, терроризм. Никто из нас с вами не поддерживает любое злодеяние против человечества, независимо от вероисповедания. Тем более, если это происходит целых не против личности одного-двуха, а целых народов. Что нам делать в этих случаях? Кто-то сидит в интернете и все призывает к чему-то. Я хочу просто предостеречь этих ребят. Есть сегодня экстремизм и терроризм. Если вы пишете в интернете что-то, не призывайте к чему-то, чтобы вас завтра за это не привлекали к ответственности. Хотим мы этого, не хотим, вы все равно к этому идете. Отсюда все начинается. И Сирия отсюда начиналась. Но если мы сегодня видим такую несправедливость по отношению к целому народу, к нашим собратьям по вере. И этот митинг тоже. Когда мы берем против терроризма, против международного терроризма и Ингушетия, мы против и такого терроризма против целого народа. Где бы это не происходило. Мы против. Конечно, мы дальше будем и отслеживать, и смотреть за этим, и соболезними выражать, и всячески будем стараться помогать. Если будет возможность оказать гуманитарную помощь, все вместе соберемся, окажем помощь. Как мы делали и нашим братьям в Сирии. Мы несколько раз оказывали гуманитарную помощь. Да, мы не говорим об этом. Если надо, давайте будем говорить об этом. Но мы же помощь оказываем для того, чтобы политизировать это. Как я слушаю священнослужителей, левая рука не должна знать, что делает правая рука, если ты милости не даешь. Как я понимаю? Но наша сегодня с вами помощь этим людям. Молитва. Давайте молиться за них. Молитва.